Но я же видел в Грузии, я уже об этом рассказывал десятки раз, я видел грузинские больницы, как построена страховая медицина, как грузинские хирурги, в зависимости от своего опыта, квалификации, профессионализма, получают легально большие деньги, легально, потому что хороший грузинский хирург может получать, повторяю, 8, 10, 15 тысяч долларов. А Александр Квиташвили, министр бывшего здравоохранения Украины и Грузии, сказал мне, ну а мой друг детские глазки делает, он 23 тысячи долларов имеет, легально, потому что он такой на всю Грузию один, он светило, у него операции дорогие, и страховые фирмы страхуют эти операции, он получает процент, и все, и он знает, за что он работает, детский офтальмолог. А вы представляете, что будет с тем политиком, который скажет, что Украина переходит на страховую медицину, за него же никто не проголосует? Да вранье это все, надо говорить об этом. В Грузии семья из трех человек платит в месяц 40 долларов, если четвертый, то же 40. Что такое для бюджета нормальной страны, где нормальная семья, 40 долларов? Если все получают нормальную легальную зарплату и экономика приходит в движение, это небольшие деньги, тем более за многих вносят работодатели. А общество это может принять, как с примем, если действительно они увидят классный соцпакет, классные гарантии, высочезная зарплата? А общество надо разговаривать, надо объяснить ему. Смотрите, Петр Иванович, вот вы платите, вы приходите в поликлинику, платите взятку. Вот вы в больницу, не дай бог, что-то у вас случилось, вы платите за операцию 1000 долларов или больше. А если совсем прижмет, ну из вас высосут все соки. А вот 40 долларов, и смотрите, мы будем все делать и показать, что делается это. Да все, ну людям надо элементарно рассказывать, показывать, с людьми надо говорить. У нас же власть с людьми не говорит, только в виде пресс-конференции и директив. Людям надо рассказывать, что происходит. Как Рузвельт делал во время Великой депрессии, каждую неделю радиообращение. И он говорил, за эту неделю в штате Северная Каролина построен мост через реку Танк, а в том штате построен небоскреб, а в том штате построен автобан. Люди видели движение, динамику, они понимали, что власть работает и отчитывается перед ними. Это очень важно.